Добрый вечер, дорогие друзья! 17 октября, понедельник, на часах в Якутске, 19.08, прямой эфир, арена событий, программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Сегодня у нас в гостях министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Дружинин. Александр Николаевич, рад вас приветствовать. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, тема нашей сегодняшней встречи – реализация государственной политики в области социального обеспечения граждан, социальной поддержки. Давайте вот с общего начнем и дальше к частностям будем переходить. Как сегодня реализуется целостная система мер, вот в комплексе ее брать, комплексная система мер по реализации государственной политики? Ну, наверное, в первую очередь наших телезрителей интересуют меры соцподдержки. Да, конечно. Я бы хотел напомнить, что у нас 11 лет назад был такой знаменитый закон о монетизации льгот. Да, СЗ-122. Он уже 11 лет, оказывается, у нас работает. И этот закон предусматривал, ну, в первую очередь разделить там льготников на федеральных, на региональных и такое понятие, как ежемесячные денежные выплаты. Ну, вот я хотел бы так для примера могу сказать, что там инвалиды, участники войны, категории, так сказать, ветераны тыла, труда, они на сегодняшний момент регулярно получают ежемесячные денежные выплаты. В этом процессе сбоев нет. И первый приоритет наш – это четкое, своевременное выполнение социальных обязательств по выплате вот этих ежемесячных денежных выплат. Кроме этого, есть, конечно, и натуральные льготы, они остались, сохранились. Это для примера, там, предоставление каких-то социальных услуг, обслуживание на дому, социально-бытовых, социально-психологических, они тоже у нас в полной мере выполняются. И кроме этого, мы оказываем меры соцподдержки в первую очередь по принципу адресность и нуждаемость. Это я сказал как бы про категории, а у нас же есть люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, находятся в социально опасном положении. Ну, грубо говоря, малоимущие, которые имеют определенную бедность, вот в этой части мы уже подходим очень четко, адресно, исходя из адресности, принцип адресности и нуждаемости, где уже оказываем определенную социальную помощь для того, чтобы вот этот гражданин, либо его вывести из такого состояния, либо, во всяком случае, ну, сделать полноценным человеком нашего, гражданином нашего общества. А вы, кстати, не помните цифры, которые Ольга Голодец озвучивала по поводу, сколько процентов в стране, во всяком случае, да, ну, про страну, естественно, говорилось, вот как раз малоимущих и необеспеченных граждан? Ну, в принципе, эти цифры, они такие, как бы, закрытые. Там же была такая уж цифра весомая достаточно. Да, она цифра весомая. Я могу сказать, что на сегодняшний день порядка, это статистика дает, по республике Саха-Якутия это 18%. Население имеет доходы ниже прожиточного минимума, установленного в республике Саха-Якутия. Да, понятно. Приоритетные направления соцподдержки, они какие все-таки? Ну, во-первых, государственная социальная помощь на основе, например, соцконтракта. Мы не просто даем какие-то пособия, там, пенсии, стипендии, выплаты для того, чтобы человек держался на плаву. Мы, в первую очередь, хотим, чтобы человек вышел из ситуации бедности, начал нормально развивать собственное дело, начал зарабатывать. И для этого у нас есть приоритет заключения социального контракта с гражданином. Вот звучит страшновато, но, может быть, поясните, что это такое? Ну, попроще так сказать. Мы заключаем с гражданином контракт. Он на сегодняшний момент либо малоимущая семья, либо имеет ребенка-инвалида. Ну, под категорией определенный малоимущий. Либо просто одинокий малоимущий человек, который реально не может найти определенный источник дохода. Мы с ним заключаем госконтракт, определяем сумму, сумма достаточно весомая, это за 100 тысяч рублей. Он защищает на уровне своего муниципалитета, грубо говоря, так назовем его, бизнес-план. Бизнес-план, да. Да, бизнес-план. Мы определяем этот бизнес-план, утверждаем. И в результате этого человек через год уже выходит в состояние бедности и дальше продолжает расти. Мы его отслеживаем, если нужно где-то корректируем. Ну, это если конъюнктура складывается нормально, да, и человек сам состоит. Либо он открывает собственное дело, либо он приобретает какие-то, ну, на развитии сельского хозяйства, живность, так сказать. То есть вы даете удочку, а не рыбу. Нет, мы даем именно удочку, чтобы человек сам собственными силами на основании нашего толчка, нашей минимальной помощи начинал собственное дело. Это не просто вот ежемесячно просто отдавать деньги для того, чтобы человек не умер. Многодетные семьи. Давайте сейчас вот начнем. У нас до рекламы немножко времени осталось. Давайте про них начнем. Многодетным семьям очень много у нас мер соцподдержки. Это и многодетные семьи, три и более детей. Это и получение единовременных пособий на приобретение жилья. Это и получение земельных участков. Пять и более. Это тоже такие же определенные меры по жилищным. Сейчас продолжим, Александр Николаевич. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и через пару минут вернемся в студию. Мы вновь в студии, вновь с вами арена событий. И я напоминаю, что сегодня у нас в гостях министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия Александр Дружинин. Александр Николаевич, давайте продолжим. Мы в плане многодетных стали говорить. Может быть, действительно не стоит перечислять весь пакет, который предоставляется. Но вот что-то главное. Республиканский материнский капитал. Я напоминаю, что на сегодняшний момент демографической ситуации в рамках недавнего визита министра труда и социальной защиты Российской Федерации Топилина. Мы здесь рассмотрели вопрос демографии. Было отмечено, что в республике очень неплохая ситуация с демографическим развитием. В частности, одна из мер – это республиканский материнский капитал на третьего ребенка. Сегодня это 133 тысячи рублей. Это тоже неплохо. И мы предоставляем земельные участки, мы подключаем малоимущих к электроотоплению, газоотоплению. Но мер достаточно много. А вот мы сейчас до рекламы говорили по поводу социального контракта и защиты бизнес-плана, что ли, как такового. И вот этой удочки или рыбы. А это к вам в министерство идти или в министерство по делам предпринимательства? У нас очень неплохая договоренность с министерством по делам предпринимательства – это к нам идти в управление соцзащитой на местах. У нас очень стройная структура в каждом улусе управления соцзащитой, которая принимает. Все структурировано. Да, все структурировано, все четко обозначено. А если мы видим, что человек дальше может продолжать, мы подключаем уже сами Министерство по делам предпринимательства, даем второй толчок, третий и так далее. То есть система у нас работает. Давайте поговорим о негосударственном секторе, об НКУ, о некоммерческих организациях. И здесь какие меры в плане? Я бы в первую очередь тоже хотел в рамках вашей программы обратиться к руководителям некоммерческих организаций. Мы готовы принимать бизнес. На сегодняшний момент государство не в состоянии нести все это социальное обслуживание на своих плечах. У нас есть поручение Владимира Владимировича Путина, у нас есть дорожные карты. Мы уже должны в следующем году 10% денег отдать некоммерческому сектору. И я вот приглашаю все НКО, некоммерческие организации, пожалуйста, приходите, вставайте в реестр поставщиков. Вы будете оказывать социальные услуги, а мы будем вам платить именно для того, чтобы развивать и частный бизнес, и качественно уже оказывать услуги. А то у нас есть... Как вы бы сами оценили, это такой, в общем, странный, может быть, немножечко общий вопрос. Непростая экономическая ситуация, но государство остается быть, как и было декларировано, социально ориентированным. Конституция Российской Федерации. Ну, на минуточку, да, Конституция, да. Но, тем не менее, даже вот майские указы президента 2012 года, они были в основном направлены на соцзащиту как раз. Ну, да, на поддержку населения. Ну, майские указы в основном все ассоциируют, это дорожные карты, это заработная плата работников в бюджетной сферы. Ну, там очень много критериев, порядка 60 критериев, там и по уровню реальной заработной платы. Ну, а в первую очередь майские указы, это на достижение заработной платы работников в бюджетной сфере. У нас там эти категории целевые четко определены. На сегодняшний момент, я гарантирую, и 100% говорю, все дорожные карты в части заработной платы целевых категорий работников в бюджетной сферы исполняются в полном объеме. Понятно. Это приоритет. Со следующего года, вы сказали, по НКО 10% бюджетов через них, да? Через них мы должны. А их работа, вот, собственно говоря, вот вы сейчас обратились к руководителям НКО, вот вы дальше какого шага от них ждете? Бизнес должен развиваться в части, они должны посмотреть, чем занимаемся. У нас есть, ну, попроще так буду объяснять, дома-интернаты. Давайте открывать частные дома-интернаты. У нас есть предоставление социальных услуг на дому. Дедушка, бабушка лежит, к нему надо прийти, купить продукты. Пожалуйста. Предоставлять социально-педагогические, социально-психологические старшему поколению. У нас же старшее поколение на сегодняшний момент тоже приоритет отдает части стратегии действий, развития действий в интересах граждан пожилого возраста. Вот по всем направлениям, то, что мы сейчас оказываем, мы готовы выйти на некоммерческие организации, заключить с ними контракты и компенсировать стоимость, которую они будут предоставлять. Ну, это какой-то шаг навстречу друг другу с руководителями. У нас тоже проблема, у нас есть и очередность дома-интернаты. Давайте закроем очередность. А что с очередностью дома-интерната? На сегодняшний момент мы приняли новую форму, с учетом того, что смысл строить новых домов-интернатов тяжело. Мы организовали приемные семьи для стариков. Это новация, так сказать. У нас в этом году уже 100 семей. Зачем старика срывать с места и посадить его в дома-интернаты? Он хочет остаться в своем родном улусе. Мы организовываем приемные семьи, платим определенную сумму за содержание старика. Очень хорошая, эффективная форма. И в этом ряде и старик... А вы знаете, это здорово. Мне нравится. Он не испытывает стресс, переезд в какой-то дом-интернат, где, так сказать, на систему дожития. А он как бы остается на месте, спокойно живет в приемной семье. А помните, это в фильме в каком-то фразе такая была «Старики должны жить с молодыми». Здесь даже ведь это вот... Приемственность поколений. Приемственность поколений, я с вами согласен, есть. Но есть и определенная система, что, к сожалению, у нас сегодняшнее молодое поколение не очень хочет общаться со своими престарелыми родителями. Поэтому у нас как бы очередность, она сохраняется. Я не говорю, что рост большой, но очередность дома-интерната сохраняется. Может быть, этот вопрос оставить к Министерству молодежи? Нет, но не с ними поговорить. Почему вопрос демографии и население стареет? У нас действительно демократически... Нет, я не знаю, почему молодежь так относится, как вы сейчас говорите, к старшему поколению. Да, вот тут уважительное отношение к старшему поколению у нас действительно за последние 20 лет отошло. Про инвалидов вообще. По каким направлениям, может быть, много льгот существует? Знаете, я как вопрос сформулирую. Существует много льгот, о которых инвалиды в данном случае не знают. Вот, например, где найти информацию о том, что на 50% по АСАГа им компенсируется? Это где как? Это где? На каких сайтах это искать? Это куда прийти надо? Ну, к сожалению, инвалиды на сегодняшний момент у нас являются федеральными льготниками. Это не региональные, они не наши. И действительно... Но, тем не менее, они в Москву не поедут за ответом. Подскажите, куда надо. Да, и действительно, ими занимается и фонд социального страхования, это российская, и медико-социальная экспертиза, это российская. И в то же время и мы занимаемся как медсестру. Пожалуйста, на наш сайт все полностью льготы, на нашем сайте, по всем категориям в абсолютном порядке есть. Если необходима консультация, любое управление соцзащиты даст эту полную, стопроцентную информацию. Понятно. По трудоустройству этой категории населения с инвалидностью, что республика делает? Что делается в республике? На сегодняшний момент, ну, у нас, конечно, есть республиканский закон, где мы четко определили 2% от среднесписочной деятельности учреждения, это 2% льгота должны быть трудоустроены инвалиды. Второе, мы организовываем систему создания специальных рабочих мест для инвалидов, платим определенные деньги. И третье, мы сейчас пойдем в народ, мы получили поручение, мы сейчас действительно пойдем к инвалидам, если раньше мы ждали, когда инвалид придет в службу занятостей, то теперь мы наоборот, в соответствии с реестром инвалидов, сами пойдем к инвалидам и сами будем ему предлагать определенные вакансии, временные рабочие места или рабочие места с легким трудом. Не все инвалиды, к сожалению, имеют по индивидуальной программе реабилитации, ну, как бы направление, что можно трудиться там на определенных условиях труда. Мы уже сейчас на сегодняшний момент повернулись к лицам, к инвалидам, частью трудоустройства. Это с какого момента ждать звонка людям? Это буквально до конца года мы уже формируем четко, кто нуждается в трудоустройстве, но, к сожалению, есть инвалиды, которые не имеют права трудоустройства. И с января мы пойдем в народ, так сказать. 27 сентября вторая очередь открылась Республиканского социально-оздоровительного центра комплексной реабилитации. Насколько мест это лечебное заведение, может быть, вы скажете, да? И там очередь какая-то будет существовать, как он будет работать? Ну, он называется комплексный социально-реабилитационный центр для инвалидов и граждан пожилого возраста. В первую очередь она у нас существует, работает 75 мест, большая очередность. Наконец, вот мы открыли вторую очередь на 50 мест. Очередность мы сейчас практически снимаем, мы увеличиваем госзадания. И в первую очередь реабилитация инвалидов любой группы и граждан пожилого возраста, именно взрослых, я имею в виду. Ну, я еще, да, как бы реабилитация в полной мере и психологическая, и медицинская, и всевозможная. Вы упомянули уже о визите министра труда и социальной защиты. Социальной защиты. У нас развитие. Да, да, социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Что удалось решить, пользуясь визитом министра? Что решалось? Ну, Максим Анатольевич впервые прилетел в Якутию. Он большое внимание как бы уделяет доступной среде. То есть, доступность всех муниципальных, государственных услуг для инвалидов. Так называемая программа «Доступная среда». Это не только пандусы, я хотел бы тоже напомнить резвителям. Это и информационная доступность, это и слуховая доступность, коммуникативная доступность. Конечно, конечно, конечно. Но словом «пандус» обозначается… Да, 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 безусловно. И когда министр увидел, какие у нас пандусы, они стоят не десятки тысяч рублей, а не стоят миллионы рублей, для того, чтобы с учетом нашей мерзлоты и системы… Климатических особенностей. …он был впечатлен. В этой части у нас программа «Доступная среда», она исходит из того, что 70% федеральных средств, 30% республиканских, он обещал очень внимательно посмотреть в части увеличения. Александр Николаевич, меньше минуты остается. Может быть, не столько впечатлений министра, сколько то, что вам удалось… Ну, не каждый же день министр приезжает, да? Что-то вот удастся решить? Я думаю, что много удастся решить. Мы… Глава поставил очень много постановочных вопросов и по строительству объектов, и по присвоению статуса республиканских реабилитационных центров. Я думаю, что он, во всяком случае, министр труда и социальной защиты решит эти вопросы. Александр Николаевич, спасибо вам большое за беседу. Наше время в эфире подошло к концу. С вами была «Арена событий». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова